Но реальность предошла наше ожидание. Мы заключенные, молодые, упрямые, беспокойные, измученные. Эти строки написаны по мотивам книги Антона Чехова «Остров Сахалин», Дмитрий Паскалин, сотрудники французского лицея. Поставят голоса русских детей в свой спектакль. В конце ноября во Франции в лицее уже будет сыгран этот спектакль. Предусмотрены три даты постановки. Спектакль идет в стиле модерн. Это когда смешивается старый и новый театр. Поэтому мы переписали некоторые моменты для того, чтобы показать на фоне старых фотографий какие-то новые действия, сказать новые слова. Французские энтузиасты Дмитрия Лип и Паскалин Амон решили досконально изучить путешествие Чехова на Сахалин. За две недели они узнали остров лучше, чем ученики гимназии за свои 16 лет. Мы считаем, что здесь немножко суровая природа, но впечатлений масса, и все они позитивные, потому что люди настроены очень дружелюбно. Мы посетили много городов – Александр Сахалинский, Тымовская, Корсаков, Холмск, Тамари. Побывали на двух побережьях, и везде люди встречали нас с открытой душой и открытым сердцем. На уроке, который Дмитрий и Паскалин проводят на французском языке, они рассказывают о своем путешествии по Сахалину, о сложностях работы в архивах музеев, делятся впечатлениями о жителях острова. Льет дождь сильнейший, и все гостиницы, две гостиницы в городе, ни одна не работает. И они думают, мы будем ночевать в машине. Идет мимо машины мужчина, и он задает им вопрос на французском языке. На каком языке вы разговариваете? Ну, то есть у них ярко выраженный акцент, и они в шоке. Первый человек, который встретился в Тамари в 8 часов вечера, говорил по-французски. Ученики с удовольствием общаются с носителем языка. Французы отмечают, что дети говорят без акцента. Они любопытны, много знают, и с ними очень интересно беседовать. Мне очень понравился, это был замечательный уровень французского языка. К нам приехали наши дорогие товарищи-французы. Я знала много интересного и нового для себя, и смогла поговорить с ними и расширить свои знания французского. Многие из учеников гимназии номер один сдали международный экзамен на знание французского языка. И имеют диплом, который позволяет поступать во французские вузы. Они заранее перечитали книгу «Остров Сахалин», поэтому на уроке со знанием дела свободно общаются на французском языке. Очень интересно было общаться с французами, потому что это помогает улучшать уровень языка. Для меня это особенно важно, потому что, я не знаю, как сложится моя судьба, но я хотел бы учиться во Франции, потому что у меня уже есть диплом, который позволяет мне учиться в любом франкоговорящем вузе мира. И по возможности, если она представится, я с радостью поеду получать свое высшее образование во Францию. В конце урока старшеклассники с легкостью выполняют тесты на французском языке и не спешат выходить на перемену, расставаться с новыми друзьями. Димитрий и Паскалин обещают ученикам прислать видео спектакля и благодарят их за участие в нем. Дарья Трелицкая, Нина Шалфей, Евгений Кириллов, Андрей Щербинин, телекомпания АйС-ТВ.